Здравствуйте! В эфире Первая студия. С вами Тамирис Респаева. Сегодня говорим мы о социальном предпринимательстве для женщин. В гостях у меня очень интересные личности. Это Римма Бектурганова, председатель Альянса женских сил Кустанайской области, а также Ассель Акан, член Координационного совета Альянса женских сил. Здравствуйте и добро пожаловать к нам в студию. Очень рада вас видеть. Салимитесь. Давайте, наверное, начнем с того, что во время выборов в Маслехаты нашей области 67 представителей Альянса женских сил стали депутатами различного уровня. И чем сейчас занимается Альянс женских сил в электоральный период? Ну вот в этот период, когда выборы завершились, мы реализуем свои социальные проекты. У нас их несколько. Но один из самых актуальных – это, конечно, проект по социальному предпринимательству, социальная адаптация матерей, многодетных матерей и, в общем, матерей. Вообще, я знаю, что в Альянсе женских сил постоянно идет поиск новых лиц. И как раз-таки новый представитель – это Ассель Акан. Наверное, конечно, хочется сказать вам о том, что действительно этот проект занимает огромную важную роль для женщин. Расскажите нам о нем поподробнее. Про проект. Вообще, я сама предприниматель и постепенно занималась тоже благотворительностью. Вообще, в свою деятельность я пришла в 25 лет. И уже, несмотря на опыт свой, общаясь с мамами, которым мы помогали, я поняла, что продуктовые корзины, лекарства, продукты – это неважная такая помощь, которая не решает проблему в корне. И мы, Альянса женских сил, решили создать этот проект, который будет, скажу, наверное, такое банальное сравнение – не даем рыбку, а даем удочку. То есть, проект будет направлен на то, чтобы реализовать женщину в предпринимательстве, в первую очередь, во-вторых, оказать ей услуги юридические, социальные, в сфере наставничества по личностному росту, в предпринимательстве, психологические будут также услуги, и финансовая грамотность, чтобы мамы умели правильно распределять свой бюджет. Ну и также данный специалист будет обучать женщин, как правильно подать, например, в очередь на жилье, получить грант, кредитование. То есть, она у нас информирована и будет направлять маму и помогать с оформлением. Ну, не зря сказано, кто владеет информацией, тот владеет миром. Действительно, вот правильно сказали о том, что вы даете удочку. Это как раз-таки сейчас женщинам нужно идти в ногу со временем. Сейчас время сильных, независимых женщин, которые действительно успевают в разных структурах и добиваются успеха. Рима Ченгисовна, что для вас социальное предпринимательство? Ну вот на сегодняшний день, мне кажется, это очень важная проблема. Потому что мы видим, что статус многодетной мамы, статус мамы в связи с их многочисленными выступлениями, участиями в протестах, он немножко снизил. Статус мамы, он, конечно, понизился. И нас в Альянсе женских сил, конечно, это очень беспокоит. Мы хотим, чтобы вот тот уровень, то место, которое имела многодетная мама в обществе, чтобы она обратно вернула себе вот этот очень уважаемый статус. И для этого нами был придуман этот проект. Ну и потом, к сожалению, появилось очень много женщин, в том числе мам, которые заняли иждивенческую позицию. Это неправильно. Люди привыкли к тому, что государство бесконечно помогает, общество что-то должно, на работе оно что-то хочет получить, от соседей, от друзей и так далее. И вот правильно Асиль сказала, и она, когда строила всю эту концепцию, она сразу заложила самое основное. Мы только помогаем, а женщина должна себя реализовать. Как вы считаете, как женщина воспринимает сейчас в современном мире вот такую вот подачу? Как ты считаешь? Какую именно? Ну вот именно то, что вы даете помощь только для развития. Мы здесь как не помощь позиционируем, наверное, все-таки мы даем направление женщине. Это более мягко сказано, потому что вообще на самом деле сейчас найти себе наставника по бизнесу, найти себе психолога, нанять юриста квалифицированного, нанять финансиста квалифицированного, это стоит очень дорогих денег. Здесь как раз-таки мы хотим оказать помощь именно вовремя, чтобы мама не успела довести себя до критического состояния. То есть где-то, наверное, все-таки оказать помощь, а где-то все-таки направить. Ну, признаемся, Асель, что, конечно, приходит к нам мам гораздо больше, а остается, какая часть, единицы. Единицы, потому что приходит для того, чтобы опять что-то получить. А когда мы им говорим, нужно работать над собой, завтра состоится тренинг по личностному росту, вы должны будете поработать над собой, мы будем вам помогать. Конечно, интерес у многих сразу отпадает, потому что когда мы приглашаем, они думают, придут, мы что-то дадим, и они с этим уйдут. Поэтому вот это иждивенчество сломить, по-новому настроить мам очень тяжело. Очень тяжело. И мы в проект берем не всех. Мы проводим как бы отбор, собеседование, выявляем потребности мам, выявляем их желания, что они хотят получить от проекта, что они готовы вложить. Мы просим хотя бы время, но это все-таки энергозатратно. Если мама соглашается, мы увидим потенциал, мы беремся за маму. У нас есть, конечно, успешные результаты, у нас есть хорошие результаты, но в большинстве случаев мамы не доходят. То есть им нравится находиться в том же состоянии, в каком они пришли. И к нам обращаются в проект не только мамы, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации или с какими-то проблемами. Приходят вполне успешные и многодетные мамы, и просто мамы, которые тоже хотят где-то подкорректировать, получить помощь и поддержку. Вот это удивляет. Вот буквально на этой неделе прошла встреча, и пришла мама, которая имеет свой бизнес. Вот она даже пытается получить помощь от государства в виде грантовой поддержки. У нее, по-моему, пятеро детей. Шестеро. Шестеро детей у нее. И вы знаете, она с таким желанием пришла, она с таким удовольствием нас выслушала и сказала, везде будет принимать участие. Казалось бы, шестеро детей. Собственный бизнес. Откуда такое время? Но у нее огромное желание. Когда она услышала осель и услышала, какие возможности ей предлагают, она захотела сразу же работать. Вот это очень радует. Рима Чингисовна, вот, наверное, ключевая фраза, да, вы сказали, желание. Вот действительно человек может найти тысячи причин, если он ничего не хочет. И если он захочет, у него появляются тысячи возможностей. Как все-таки поменять мышление многих женщин, которые приходят, слышат, да, что нужно работать над собой, нужно здесь где-то найти время для этого? Почему как бы они уходят и не доходят до конца? Ну, потому что все-таки вот это иждивенчество, оно буквально проросло во многих женщинах. Потому что легче позвонить, сходить на прием, обрисовать свою проблему, получить какую-то помощь бесплатно, нежели заставить себя трудиться. Вот когда мы с оселью узнавали, как учатся дети многодетных мам, мы увидели, несмотря на то, что они целый день дома, многие из них не работают. В основном не работают. В основном не работают, а дети ведь не блещут в учебе. Как правило, в основном проблемные дети в школах, это, к сожалению, дети многодетных мам, хотя бы, хотя целый день только сиди, помогай, воспитывай и расти своих детей. Ну и потом, эти женщины очень живут в таких трудных ситуациях, безусловно, они очень мало обеспечены, поэтому мы пытаемся им объяснить, помимо пособия, которые дает государство, нужно самой сейчас зарабатывать и принести доход в семью, чтобы улучшить положение своей семьи. Но не все хотят. Признаемся честно, не все хотят. Вот сейчас такое время, когда женщины стараются и работают, и по дому, то есть они везде успевают. И сейчас, мне кажется, такое время, что все друг на друга смотрят и восхищаются, мотивируются. Как вы считаете, есть вторая сторона, когда общество говорит о том, что если ты мама, то ты должна дома сидеть. Как вы сказали, многодетные мамы сидят дома с детьми заниматься. Но вы сказали о том, что дети, к сожалению, не имеют хорошего результата, к примеру, в школе. Вот как вот тогда? Диссонанс. Вот такая вот, да, диссонанс. Ну, я считаю, что мама – это пример для детей. Смысла нет обучать, нужно показывать примером. Поэтому не все мамы, конечно, такие, которые иждивенчески настроены. Есть многодетные мамы, у которых детки очень успешные все подряд. То есть мамы бывают разные. Но в основном проблема общества – это как раз-таки вот о которых рассказала Рима Чингизовна. Все-таки мотивировать женщин надо. Не только женщин, да, и мужчин бывает. И женщин, и мужчин мотивируют. И для детей все-таки быть надо примером. Раски, мы здесь учим, чтобы мама была таким образом, которая могла обеспечить и свою семью, и научить как бы детей. Вот у меня тоже растут двое детей, я еще пока не многодетная. Я обучаю дочку, ей сейчас 12 лет, ошибаться на своем опыте. 12 лет – начинай бизнес, изучай потихонечку. То есть на уровне ее пока понимания, согласно ее возраста, я даю информацию и даю пробовать. И на каких-то ошибках она, возможно, заработает опыт к совершеннолетию и уже сможет себя реализовать. Я думаю, что в этом как раз задача каждой мамы – направить своего ребенка в нужный русло. Не обязательно это будет в бизнес. Может, это будет в талант, это может быть в спорт вложен, это может быть в знание вложено, это может быть в какую-то карьеру. Но внимание, направление дают именно мамы все-таки. Действительно, и не зря говорят, что дети впитывают все как губка. Это если они видят маму, у которой у мамы горят глаза, она живет своим делом, работает, получает наслаждение, я думаю, что она намного больше даст своим детям. А я, Тамирис, думаю, что здесь еще государство мало этим занимается. Правда? Мало внимания уделяет. Государство только выделяет пособия и считает, что на этом роль государства завершилась. Этого достаточно. Конечно, это неправильно. Тем более, что сейчас речь идет о том, что декретный отпуск еще дольше станет. И представьте, если мама родила пятерых детей подряд, это на какое время она вообще ушла из общества и находится только в своей семье и с теми проблемами, которые у нее есть в семье. Нам всегда говорят, вот на Западе там три года, мы тоже давайте сделаем три года, но не учитывая того, что на Западе бесконечное количество секций бесплатных, каких-то клубов для женщин, каких-то тренингов тоже бесплатных для их развития. То есть женщина родила, три года она без работы, но она все эти три года имеет возможность развиваться, вместе с детьми что-то посещать, и детей развивать, и самое главное – сама. А у нас, к сожалению, такой возможности нет, поэтому государство все-таки должно эту проблему тоже каким-то образом решать. Вот только наши общественные организации, к сожалению, эту проблему не вытянут. Ну хорошо, что действительно есть Альянс Женских Сил, который думает не только о том, что финансовая сторона, она нужна, но и важно дать поддержку матчерям, потому что именно поддержка, информация, дать развитие женщине, наверное, это вот самое главное, потому что многие боятся декрета, да, потому что они уходят в быт, в дом и забывают про себя, про свои мечты, так скажем, про свои возможности, и, к сожалению, потом отсюда и депрессия, нет денег на психолога, да, но это, конечно, очень плохо. В основном здесь есть причина всех проблем, которые приводят именно к таким ситуациям. Она как снежноком нарастает, начинается сначала просто от незнания своих прав, законов, затем от страхов, потом это приходят психологические проблемы, все это нарастает, нарастает, женщина не знает, куда обратиться, нам даже боится просто спросить. Вот как раз-таки мы здесь ищем таких женщин, которым можем оказать помощь, которые смогут встать на свой путь и дальше нести победу. Ну, все-таки мы единицам женщин сможем помочь, потому что нам все не под силу. И думаю, что все-таки и другие какие-то организации должны создаваться, чтобы помогать женщине. И особенно, мне кажется, это организации здравоохранения, потому что после рождения ребенка женщина фактически одна остается, одна со всеми этими проблемами. Да и другие наши самые различные организации. Помощь психолога, она же платная. Редко какая мама сможет обратиться за помощью к психологу. Нужны такие какие-то консультации психологические. Многих еще не понимают понятия психолога. Все думают, что это психиатр. Да, боятся. А еще не различают. На самом деле, к психологу обращаться очень важно, очень нужно каждому, потому что нет такого человека, у которого нет проблем. Периодически все мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, нужно обращаться к психологу. Поэтому здесь у многих мам случается барьер. Зачем мне психолог? У меня все хорошо. Ну и даже, Лоня, что потихоньку это к нам приходит. К посещению психолога становится нормой. Я надеюсь, что это станет и вообще нормой, и для всех. Для мужчин, для женщин, для подростков. Им тоже очень важно в этот период сходить к психологу и с ним поговорить. Может выговориться, что он не может сказать родителям. С какими проблемами чаще всего приходят женщины? Это очень много проблем, это очень много причин. Когда общаешься с мамой, ты слушаешь каждую судьбу и понимаешь, что где-то, где-то был такой этап, где она сломилась, и что ее привело в данной ситуации. В основном это и бытовое насилие, то есть это и материальное насилие, это физическое, эмоциональное насилие идет, это финансовая неграмотность, это низкая самооценка, это, как сказать, это когда работу и семейные обязанности не можешь связывать. То есть женщине очень много ролей, и она не успевает везде на 100% реализоваться. Но бывает здесь такой тоже диссонанс, и случается тоже такой срыв. То есть причин бывает просто уйма. И дальше это порождает какие-то следующие проблемы, что приводят как по цепочке, все срабатывает. И потом мамочки, бывает, сдаются. И когда Асель объясняет, что как можно, не выходя из своей квартиры, повысить доход своей семьи, что-то сделать, какой-то домашний бизнес, семейный бизнес организовать, мне кажется, у женщин открываются глаза. Они понимают, что они могут многое. И вот когда они начинают зарабатывать сами, я думаю, это такой мощный толчок. Потом даже и для личностного развития. У нас женщины, которые проходили у нас проект, срок проекта у нас 3 месяца. 3 месяца мы ведем работы, групповые, индивидуальные. Женщины просто внешне даже меняются. Я могу сказать и про доход, естественно, и про досуг детей. То есть распределяем их, устраиваем в садике, в школу помогаем. Но внешне у них глаза горят, и они реально становятся моложе и красивее. То есть смотришь и восхищаешься. Появляется уверенность в себе. Да, глаза другие, походка другая, отношение к миру совершенно другое. Это сразу видно. Чувствуется. Да. Яма Чингисовна, сейчас общество диктует женщине быть многозадачной, очень много ролей. Как все-таки сохранить баланс? Я думаю, что это зависит от самой женщины. Если женщина считает, что она в первую очередь должна создавать семью успешную, там, допустим, помогать мужу, и муж должен строить свою карьеру, а она обеспечивает ему тыл. Это детей, в целом семью, распорядок в семье. Это ее право. И она должна здесь тоже быть очень успешной. Почему-то все ошибочно думают, что в Альянс женских сил приходят женщины, которые только хотят сделать какую-то политическую и профессиональную карьеру. Абсолютно нет. У нас есть очень много женщин, которые предпочтение отдали семье и карьере, которую выбрал муж. А для этого им тоже необходимы знания. Для этого им тоже нужно быть мотивированы. Для этого они должны развиваться. Ну и в то же время есть такие женщины, про которых вы говорите, у них баланс. Да, на самом деле, эти женщины могут сочетать и свой профессиональный рост, и семью. Таких женщин тоже, к счастью, очень много. И, кстати, появилась еще одна категория женщин, которые просто хотят отдавать, помогать. Им не нужны известности. Они не строят свою карьеру. Предположим, помогать, отдавать. Таких появилось очень много. Асель Хасиановна, вы как предприниматель, что вы можете дать, какой вы можете дать совет мамам, которые вот вышли в декрет, так скажем, уже в быту, забыли о том, что они могут, собственно, сделать свой бизнес и так далее. Ну, вообще, ничего нового я не скажу. Наверное, это все будет банально. Во-первых, не все хотят и не все умеют быть предпринимателями. Это правильно, то есть это нормально. И что скажу? В первую очередь, just do it. Просто делай. Если есть какая-то идея, нужно просто попробовать. Я думаю, это самый такой дельный совет. И на сегодняшний день все проще сделать, когда есть наставник. Нужно найти себе наставника. Если финансово, не можешь себе позволить, да, вот женщина в декрете, например, как мы делали. То есть у меня был в реальной жизни наставник по бизнесу, там, политической, общественной деятельности и так далее. Но еще у меня есть, например, онлайн-наставник. Это очень хороший инструмент, то есть найти того человека, который ведет, пусть это будет инстаграм-страница, пусть это будет ютуб-блог, но у него там доход высокий, то есть смотришь, как он живет, какие он книги читает, о чем он говорит, слушает. И то есть просто перенимаешь опыт, это тоже будет считаться наставничеством. Ну и здесь вот все-таки перенимать опыт это очень хорошее. Когда я начинала свой бизнес, тогда не было интернета, не было соцсетей. Просто даже спросить, как это открыть, такого не было. Мне было 17 лет и все, методом интуиции я начинала свой бизнес. И понимаю, если бы тогда был у меня наставник, конечно, были бы другие результаты, они были бы намного быстрее. Действительно, когда мы идем куда-то обучаться, даже если это в вашем, да, проекте, то человек получает эту информацию намного быстрее, чем это самостоятельно. Поэтому считаю, что необходимо пользоваться такими услугами, да, и получать знания намного быстрее. Рима Ченкизовна, такие подобные проекты какую роль имеют в Казахстане? И вообще, как социальное предпринимательство развивается у нас в стране? Ну, вы знаете, что Альянс женских сил создан в каждом областном центре Казахстана. И вот этот проект социального предпринимательства, он реализуется в каждом областном центре силами Альянса женских сил. И вот в октябре состоится Евразийский саммит женщин, и там будут подведены итоги и названы лучшие социальные проекты. И я надеюсь, что какой-то из наших социальных проектов нашего Альянса женских сил Кустанайской области тоже привлечет внимание. Я думаю, что привлечет. Спасибо. Асель Хасеновна, можете рассказать вот для вдохновения мам, которые нас сейчас слушают, женщины, которые хотят попасть к вам в Альянс женских сил, рассказать пример той женщины, которая пришла к вам в проект и смогла реализоваться, показать хороший результат. Ну, могу рассказать результат, который меня саму вдохновил. То есть, мы побеседовали с девушкой, она работает учителем, на тот момент она находилась как раз-таки в декрете, она не планировала никакой бизнес никогда в жизни, то есть, и я просто ей показала, как можно развить свой бизнес, как можно открыть, запустить его за короткие сроки вполне успешно. То есть, расписала все, я в реальной жизни являюсь наставником тоже для предпринимателей, для стартаперов, и для меня это в принципе легко, главное увидеть потенциал. Через 20 дней она открыла образовательный центр, на сегодняшний день она открыла второй, и сейчас она по-прежнему работает учителем в школе, совмещает, и на данный момент у нее есть планы открыть это в селах, в районах, чтобы сельских детей тоже привлечь, завлечь, я думаю, это будет тоже хороший результат в этом направлении. Один из примеров. Отлично. Я думаю, что как раз зацеплюсь за селы, за деревни, как все-таки там развивать такие подобные проекты? Очень просто. У нас в Альянсе женских сил в каждом городе и районе Кустанайской области созданы клубы женщин-лидеров, и вот через эти клубы мы реализуем все свои проекты. Ну вот проект, который ведет Асиль, конечно, он очень сложный, он очень много времени отнимает, его очень трудно организовать, поэтому пока мы остановились на каких районах? Аулекольский, Миндогоринский район. Да, вот пока два района еще. А Карасусский еще? И Карасусский. Вот три района Миндогора, Карасу и Аулеколь, ну и город Кустанай. Поэтому я думаю, что постепенно, через какое-то время вы сможете и все остальные наши города и районы охватить этим проектом. Надо быть современной женщиной. Ой, это очень сложно. Очень сложно. Ну, если кратко сказать, она должна быть успешной. Если она решила стать мамой, она должна воспитать успешных детей. Если она выбрала карьеру, она должна стать успешным профессионалом. Если она выбрала политику, она должна стать успешным политиком. Успешность – это, наверное, самое главное. Как есть тоже золотое правило, всегда делай больше, чем от тебя ожидает. Да, ставь высокие цели. Я думаю, что действительно все цели можно добиться, да? все желания. Я всегда говорю о том, что было бы здоровье, если есть здоровье, все остальное возможно преодолеть. Я думаю, что ваш проект действительно дарит поддержку женщинам, дарит возможность проявить себя, потому что многие, выходя особенно в декрет, думают о том, что даже я на личном примере понимаю, что в этот период женщинам очень нужна помощь. Они думают о том, что вот, а где моя, если этот человек был в карьере, а куда моя карьера делась, да? То есть, буду ли я ее продолжать? Очень много вопросов, да, в голове женщины. И как раз таки, если она обратится к вам в проект и будет реализовываться как мама, как бизнес-вумен, я думаю, что она станет успешной в своем деле. И действительно, тогда дети возьмут хороший пример. Да. Думаю, что мы сегодня очень важную тему подняли, это развитие женщин и что вы можете сказать, какое напутствие вы можете дать тем женщинам, которые все-таки выбрали путь развития? Я бы хотела сказать этим женщинам, всем женщинам, не оставайтесь один на один со своими проблемами. Идите к людям, идите в общественные организации, приходите к нам в Альянс женских сил Кустанайской области, мы обязательно окажем вам помощь. Сейха Сеновна. Я согласна, полностью с Рима Чен-Бизаной. Самое главное напутствие всегда слушать себя и делать то, что ты хочешь. Я думаю, так. Никогда, чтобы на тебя не давило общество, родственники, это тоже одна из проблем. А это нужно слушать себя и испытывать, наверное. Спасибо большое за уделенное время. Я думаю, что наш эфир получился таким вдохновляющим. Пусть он даст возможность, даст желание женщинам развиваться и ваш проект поможет как много больше охватит женщин и они добьются успеха. Спасибо большое. Будем надеяться. Спасибо. Дорогие наши телезрители, на это у меня все. С вами была Первая студия. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин